До Дмониси не так далеко уже осталось. Бетонная дорога пошла. И тут карьер расположен. Вот въезд, там дорога, грузовики. Грузовики постоянно шныряют. И разноцветные скалы. Вот так вот потом эти карьеры забрасывают. Там начинает самопроизвольно расти лес. И получается причудливая форма. Мы почти подъехали к Дмониси. И тут остановились. Немножко передохнуть, перекусить. Великолепное местечко. Десять лет назад, когда мы здесь проезжали, тоже останавливались. Речка, тишина, птицы, ветерок приятный. Для релакса местечко. Мы в Дмониси. Проехали из Тбилиси. Сто километров. С небольшим. И оказались вот на развалинах. Тут были раскопки. Лет, наверное, 15 назад. Сейчас тоже какие-то раскопки ведутся. Вот недавно в новостях прочитал. Еще что-то нашли интересное, археологически ценное. Здесь действительно очень красивое. Холмы просторные. В плечах не жмут. И уже краски начинают глаз радовать. Только-только легкое дыхание пусть не чувствуется. Деревья едва-едва желтизной покрываются. Ну, поля, как будто художник нарисовал. Это речка Маша-Вера называется. Очень оригинальное название. И главное, пишется слитно и через черточку. Типа Маша-Вера. Это не два разных женских имени, это одно. Название реки. Мы буквально несколько минут назад у этой речки Маша-Вера останавливались. Чистейшая вода. Очень приятная вода. Эту дорогу смело можно назвать Заблудились. Если бы не GPS-навигатор, можно было бы точно подумать, что заблудились. Мы полчаса едем 6 километров по раздолбайке. Ни одной машины. Где-то в лесу увидели заброшенные дома наподобие пансионата какого-то. Ни души там тоже не было. И сейчас продолжаем движение. Едем в Татрицхару. Продолжаем движение чисто по GPS-у, то есть по навигатору. А так вот действительно ощущение богом забытого места. apt,- пикет, пикет- пикет-